Единство, ставшее победным. Республика в девятый раз отметила один из самых молодых, но у значимых своих праздников. Капитальные последствия. После капремонта крыши квартиры в доме махачкалинцев стали похожи на лачуги. По бездорожью, к знаниям, почему в 21 веке дагестанские школьники вынуждены ходить по кочкам, узнаете в нашем выпуске. Здравствуйте! Это «Итубья неделя» на канале ННТ и я, Мурад Ахмедов. На этой неделе республика отметила самый молодой праздник в своей истории – День Единства Народов Дагестана. Однако исторические события, ставшие опорной точкой для установления этой памятной даты, уносят нас в далекое прошлое. Почти 300 лет назад, несмотря на различия в языке и национальной особенности, дагестанские народы объединились и отстояли свою общую родину в борьбе с Надершахом. Тогда единство дагестанцев, дружба и взаимовыручка помогли достойно пройти сквозь суровые испытания. Горцы были полны решимости и уверенности в победе, хотя противник был очень серьезным. До этого персидские войска покорили Афганистан и огромную Индию, захватив несметные богатства, получив жалования за год вперед, захватчики двинулись на страну гор. Однако попытки Надершаха покорить Дагестан в итоге не увенчались успехом. Дагестанцам удалось нанести неприятелю большой урон и в конце концов остановить наступающие полчища персов. Сам Шах убежал, бросив даже свою саблю и корону. Это была поистине всеобщая победа, отвоеванная угрозного противника всеми дагестанцами. Страна гор получила огромный опыт народного единения, память о котором и сегодня сплачивает дагестанцев для решения общих задач. В День Единства во всех городах и районах республики ежегодно проходили различные торжественные мероприятия, народные гуляния и концерты. В этом году по понятным причинам во многих городах массовые мероприятия отменены, но этот значимый в нашей истории день не остался забытым. Для Дагестана праздник единства один из главных. Ведь нигде в мире на такой маленькой территории не проживает столько народов. И этот день напоминает о том, что в самые судьбоносные моменты истории именно единение народов Дагестана позволяло преодолеть любые трудности, отстоять свободу и независимость родной земли. Правительство Дагестана выделило более 180 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. На приобретение лекарств будет направлено более 26 миллионов рублей. Еще почти 40 миллионов на проведение лабораторного обследования на COVID-19 контингентов группы РИСКО. Также на профилактику и устранение последствий коронавируса в республике выделят 100 миллионов рублей. Еще свыше 16 миллионов рублей на закупку трех рабочих мест лаборатории для диагностического центра. И в продолжение темы. Пять районных больниц получили передвижные фельдшерско-акушерские пункты на базе автомобилей КАМАЗ. Это мини-поликлиники на колесах, которые будут ездить по небольшим отдаленным селам, где нет ФАПов. Отправились они в Бабаюртовскую, Цунтинскую, Тляратинскую и Цумадинскую районные больницы. А также в Кочубейскую медико-санитарную часть. Задача поставления по первичному звено, то есть приближаем помощь к населению. Передвижные комплексы можно использовать не только, как в фельдшерско-акушерские пункты. Их можно использовать в том числе для того, чтобы провести или спонсоризацию населения. Можно, допустим, посадить сюда кардиолога, сделать какую-нибудь кардиологическую неделю, что, допустим, будет только кардиолог ездить. Можно взять аппарат ультразвуковой диагностики, точно так же проводить исследования. Узкие специалисты могут работать, врачи-терапевты, врачи общей практики. Поэтому ограничений никаких нет. И это только начало. В ближайшее время ожидаются новые поставки мобильных ФАПов. Всего же до конца года Дагестан получит 54 передвижных комплекса. Каждый автомобиль оснащен всем необходимым оборудованием для оказания экстренной медицинской помощи, а также проведения профилактических осмотров и диспансерного наблюдения. Жители будут заранее информировать о прибытии врачей, и они смогут пройти обследование, не покидая села. Агропромышленный комплекс Дагестана развивается, а специалистов не хватает. В последние годы все меньше абитуриентов по этому профилю. Но теперь появилось решение – агроклассы появятся в школах республики. Старшеклассники смогут освоить основы растения и водства, животноводства и других направлений аграрного бизнеса. Об этом сообщили в Минсельхозпроде республики. В пилотном режиме проект может быть запущен на базе нескольких школ. Минсельхозпрод совместно с Минобранаукой региона сформируют агроклассы в 4-5 школах. В них будут принимать учеников 8-11 классов, а преподавать им будут специалисты ведущих сельхозпредприятий республики. Траты дагестанцев на коммунальные услуги в среднем составляют 3 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют исследования РИА Новости. Больше всего на услуги ЖКХ тратят в Камчатском крае. В месяц жители этого региона платят более 9 тысяч рублей. В лидерах также Магаданской области Москва. Эксперты считают, что позиции регионов в рейтинге могут быть объяснены уровнем тарифов, доходов, а также долей населения, проживающего в квартирах, что подразумевает более активное пользование услугами ЖКХ. Дагестанские инженеры объединили усилия для спасения озера Агель. Так, накануне специалисты запустили станцию для очистки и аэрации воды в озере. Система функционирует автономно, питаясь от солнечных батарей. Она позволяет обогатить воду озера кислородом и очистить водоем от вредных микроэлементов. Проект получил рабочее название «Экогель». Реализует его корпорация развития региона по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Республики, а также Каспийским научно-исследовательским институтом рыбного хозяйства. В Дагестане заброшенные дольщиками дома достроят власти. Как сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в Республике создан фонд защиты прав дольщиков. Глава Дагестана обратился в правительство страны, чтобы в особом порядке рассмотрели 14 объектов, оформленных на физлица. Ведомстве также сообщили, что в регионе в реестре состоят 20 проблемных объектов по пяти строительным компаниям Республики. Отметим, что Минстрой Дагестана уже получил информацию о том, что этот вопрос будет решен положительно. 2 млрд. рублей направят на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в Махачкале. Деньги поступят из федерального бюджета. Об этом сообщают в правительстве Республики. По информации на сайте Белого дома, пока подписано соглашение с Минтрансом России о предоставлении бюджету Дагестана 590 млн. рублей на реконструкцию проспекта Имама Шамиля. Но в целом региональное правительство ориентируется на поддержку из федерального бюджета в сумме не менее 2 млрд. рублей. Напомним, ранее в мэрии Махачкалы сообщали, что на реконструкцию проспекта Имама Шамиля в общей сложности из бюджетов разных уровней планируется направить порядка 3 млрд. рублей. Отмечалось, что на всей протяженности дорожной магистрали будут заменены асфальтное полотно и инженерные сети, а также освещение. В пригороде Махачкалы прошел конно-спортивный фестиваль. Скачки приурочили к огню единства народов Дагестана. На новый ипподром съехали с 80 участников из разных уголков республики и соседних регионов. Они боролись за звание самого быстрого в пяти заездах. Помимо этого, организаторы приготовили еще несколько ярких сюрпризов. Подробнее в сюжете Курбана Рагимова. Старт дан! Смотрим внимательно! Первыми на скаковую дорожку вышли двухлетние лошади. Впереди дистанция в полторы тысячи метров. Старт выдался кучным, однако уже в середине вперед вырвался жеребец по кличке Фантазер. Жакей Джамбулат Дакаев уверенно лидирует. И только в конце его едва не догнал ближайший преследователь. Джамбулат выигрывает эту гонку. После себя кон уже едет. Я ему дал идти. Но он докатился. Не было опасения, что тебя догонят? Не, уже видно было. Кон едет. Тогда я пристил. Братство, единение и дружба. В этот день зрители и участники фестиваля погрузились в атмосферу настоящего спортивного праздника. Жители и гости Махачкалы могли насладиться не только захватывающими скачками, но и обширной культурной программой. Опять прощения ищу. Опять к себе взываю. Заезды скакунов сменялись не менее зрелищными состязаниями среди болельщиков. Так, 60 участников выявляли лучшего в беге на полтора километра. Кроме того, зрителей ждал мастер-класс от команды профессиональных лучников и яркое выступление канатаходцев. Хорошее настроение. Используя проведенное время, люди пришли на фестиваль целыми семьями. Даже не знаю, кого больше отметит. И канатаходцев, и скачки, и стрельба из лука. Буквально все понравилось. Детям понравилось. Вот тоже думал, с детьми приду, посмотрю, покажу им, чтобы они с детства увидели все это. То есть такой семейный день? Семейный день, конечно. Такой праздник. Это общий праздник. Всеобщий. Идея собрать дагестанцев на одной площадке с самого начала была обречена на успех. По словам организаторов, задача подарить людям праздник выполнена на все 100%. Сегодня праздник – это праздник Дагестана. Праздник, который, вот видите, от малого до великого сегодня в спортивном клубе, конно-спортивном клубе «Ватан». И нас сегодня объединены именно любители, не только любители, лошади, патриоты своей родины. Алхамдуллах, все как по программе, все пошло красиво, без происшествий, как и было задумано. Вот именно объединение, в первую очередь, именно любители лошади. Теперь, сегодня мы видим очень много маленьких детей, маленьких детей, которые уже познали, что такое лошадь. Познали, что такое езда, познали, что такое семья, сказать, в большом-большом круге. Скачки на новом ипподроме, что в пригороде Махачкалы за Северным постом, проходят уже в третий раз. Конно-спортивный комплекс «Ватан», можно сказать, спас этот скаковой сезон, находившийся на грани срыва. Он пока еще полностью не достроен, но уже принимает спортивные состязания регионального и даже всероссийского масштаба. В этот раз, помимо коневодческих хозяйств из разных уголков республики, оспорить звание самого быстрого скакуна приехали гости из Чечни, Карачаева-Черкесии и Ставропольского края. Так, можно сказать, вот скачка – это непредсказуемая вещь все равно, но в каждой скачке все равно есть фаворит. Это уже не скроешь ни от кого. В любой скачке есть свой фаворит, который уже где-то, как-то уже выигрывал, занимал места или там… Оправдывают они сегодня свой статус? Конечно, конечно. Фаворит, он никогда не будет последним, как говорится. Он или выиграет, или как бы умрет. Есть такая, ну, как бы поговорка среди конников. Кульминация скачек стал забег на 3500 метров. Эту дистанцию специалисты считают самой непредсказуемой. С первых секунд борьба здесь развернулась нешуточной. К середине выявилась группа лидеров. Возглавил ее жеребец по кличке Эльвир. Уверенно набрав ход, скакун в этой гонке удивил всех оппонентов, попытки которых догнать беглеца так и не увенчались успехом. Догнать беглец. Эльвир был в буквальном смысле темной лошадкой этих скачек, ведь участвовал в состязаниях после годичного простоя. Эта победа принесла его владельцам не только радость, но и 50 тысяч рублей. Его не считали фаворитом, так как многие уже, наверное, его и не помнят, наверное, и не знали, что он будет участвовать. Конечно, более взрослые конники, они все его знают, которые участвуют. Он так очень любит налегать. Жакею была поставлена задача, если сможет удержать коня, чтобы посидел чуть-чуть. Если вдруг не получится его держать, он любит налегать, чтобы поехал на передах, чуть на ход поставил и аккуратно придерживая. Так и получилось. Конно-спортивный фестиваль, прошедший в День единства народов Дагестана, стал еще одним символом единения дагестанцев, независимо от их национальной принадлежности. Курбан Рагимов, Салман Гетехмаев, телеканал ННТ, Махачкала. И к другим темам. Безопасен ли путь от дома до школы? Вопрос актуальный. Накануне вместе с учениками это проверила специальная комиссия. Реид инициировали активисты ОНФ, которые последние три года обследуют подходы к учебным заведениям и выявляют недочеты. В поле зрения попадают состояние дорог и тротуаров, аварийные здания и все, что представляет угрозу для школьника. Тему продолжит Зумруд Гамедова. Грязные приходят, учителя жалуются, когда дети грязные. А чистыми мы никак не можем добраться. Хотя бы тротуар с колясками, пешком, чтобы можно было пройти, дороги можно сделать. Светофоры, знаки, наличие пешеходных переходов и освещение. Словом, все, от чего зависит безопасность ребенка по пути в школу, оказалось в центре внимания комиссии. Здесь у школы номер 13 с Каспийской ни тротуаров, ни переходов. Маршруты, по которым дети добираются в школу, и вовсе опасны. Причем, судя по их виду, даже для взрослых. Сплошное бездорожье. После дождя картина еще печальнее. Почему на пути к знаниям многие ученики вынуждены рисковать здоровьем, активисты ОНФ решили спросить у чиновников. Как оказалось, все проблемы с безопасностью дорог в этом районе связаны с интенсивным строительством. Дорожная инфраструктура за ним не поспевает. А о том, как дети будут добираться в школу, местные власти не подумали. Капитально не прокладываем асфальт, потому что застройщик данного дома, мы не знаем сейчас, как он будет коммуникации пропускать, или что он будет делать. После того, как он сдаст этот дом, мы совместно с ним обязательно проложим пешеходную дорожку вплоть до конца самого здания. Прокладываем асфальт, он проводит какие-то работы, которым нужно получать нецелесообразное расходование денежных средств. Получается, мы положили, он раскопал обратно, потом опять положили, поэтому... Жалуются жители и на невыносимый запах, который тянется от канализационных стоков, находящихся поблизости. Люди отмечают, что не могут открыть окна, чтобы проветрить квартиру. Вся канализация сюда сливается, мы все дышим. Окна открыть нельзя, вот эти дома, которые рядом, открыть невозможно. Еще один больной вопрос здесь – это бродячие собаки. Обеспокоенные родители много раз поднимали эту проблему, но пока никакой реакции не добились. Канава идет с той стороны, а там очень огромное количество собак есть. Ребенку одному до дома добраться просто опасно. Маленькие дети, когда проходят, бывают собаки и за ним гоняются. Здесь колоссальное количество гуляет бродячих собак. Здесь ночью темно, темень. Люди не видят друг друга, темнотища. И здесь вы видите, какие ухабины. Дети ломают ноги. Дети получают колоссальное количество травм. Еще один опасный маршрут активисты ОНФ обнаружили у школы номер 12. Школьники каждый день должны проходить через заросли камышей. А еще здесь немало открытых люков. Люди всерьез опасаются, что дети могут получить травмы, свалившись в них. При этом закрывать ловушки никто не спешит. Общественники призвали мэрию в кратчайшие сроки устранить нарушения и сделать дорогу до школы безопасной. Мы хотим обратить внимание города Каспийска, чтобы в ближайшее время сделали так, чтобы здесь дети могли спокойно идти в школу, идти в магазин, который здесь. И вот этот участок, конечно, обязательно надо привести в порядок. Мониторинг дорог активисты ОНФ будут проводить и дальше. На небезопасные пути будут обращать внимание соответствующих служб для скорейшей реакции. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. Дыры в потолке и дождь прямо в квартирах. Жители дома по улице Камайева бьют тревогу. Многочисленные ведра, расставленные по дому, уже стали для них деталями интерьера. Ну а ремонт кровли обернулся разочарованием для людей. Владельцы квартир судятся с фондом капремонта, который, по их мнению, допустил целый ряд фатальных ошибок, которые привели к порче имущества. Подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Вот черные обои. Все они попадали. Мы их привели крем. Сейчас в этой комнате уже никто не живет. В доме 15 на улице Камайева еще несколько таких квартир. Вздутые стены, прогнутые полы. Жителям приходится спасаться от водного бедствия и одновременно добиваться справедливости. Несколько дней заливало. Здесь все полная вода. У меня есть видео там. Отсюда течет, отсюда просто рекой идет. Ущерб, помимо вот этого материального, помимо, я не считаю даже морального ущерба, сколько я сил, сколько я денег потратил, это просто, не знаю, у меня слов нет уже. Это просто беспредел, реально беспредел. По мнению жильцов, произошло все из-за халатности работников фонда капитального ремонта. Когда специалисты ремонтировали крышу, они не учли, что погодные условия могут испортиться. И не установили необходимый водоотвод. Вскоре все дождевые массы хлынули жильцам на голову и начали стекать квартиры. Они по технологии не соблюдали. Должны были трубочки оставить, чтобы вода стекала. Нет, ни одной трубочки нет по периметру, который поставили. И они продеряли именно над нашими квартирами эти болты установить крепление. Тем временем представители фонда капитального ремонта с обвинениями не согласны. Они настаивают, что ущерб квартирам вода нанесла ранее, еще до начала ремонтных работ на крыше. И соответственно, ответственность за это несет ТСЖ. Хотя, по словам жильцов, до горя ремонта потеки были незначительными. Представители же фонда считают, что спор должен решить суд. А пока судебное разбирательство не закончится, нет и смысла комментировать ситуацию. Вы не согласны там апелляции, да? Да, да, да. Вот наши вот дискуссии, она не актуальна сейчас. Фонд хочет, чтобы вы жили комфортно, в хорошем доме. Никто не хотел, чтобы вот ваша квартира, чтобы была залита, чтобы она там превратилась, чтобы ремонт используется. Никто не хотел. Суд установит, да, там. Да, естественно, установит. Так вот, ваше право там никто не отнимает. Но тем временем некоторые пострадавшие недоумевают. Как же вышло так, что сначала подрядчик признал свою вину, выплатил некоторым жильцам компенсацию. А как очередь дошла до тех, у кого сумма ущерба больше, то начал все отрицать и снимать с себя ответственность. Факт залива этот подтверждается тем, что соседи, другим нашим соседям, они выплатили определенные суммы. 80% получили деньги. Нам, некоторым, которым побольше ущерб, они не уплачивают. Они не хотят из-за того, что сумма большая, не хотят уплачивать. Там 230 тысяч у меня указано, экспертам оценка. В этой ситуации ясно одно. В России жить нельзя. Пока ответственные структуры переваливают друг на друга вину, жителям приходится тратить все материальные и моральные ресурсы и ютиться в съемных квартирах. Но, несмотря на все сложности, делятся пострадавшие. Они намерены идти за справедливостью до конца. По тематам Анапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Просторные мастерские и серьезное оборудование. В Махачкале, в исправительной колонии номер 2, открыли обувной цех. Это позволит туда устроить 140 заключенных за две смены. Оценку качества и востребованности продукции дают покупатели. В данном случае это в основном военнослужащие. За год спрос на товар вырос почти в 10 раз. Уникальное производство увидела моя коллега Алина Багилова. Ей слово. Раньше в этом учреждении функционировал цех площадью 100 квадратных метров. Место него сейчас построили новое производство, запустив обувной цех площадью 850 квадратных метров на 70 рабочих мест. Здесь будет трудоустроено 140 человек в две смены. Основной целью уголовно исполненной системы Российской Федерации является привлечение осужденных к обязательному труду. Целью дальнейшей ресоциализации, получения профессий и возвращения в нормальную жизнь. Предприятие будет шить берцы для армии и полиции, сотрудников УФСИН, а также специальную обувь для самих осужденных. Масштабы солидные. Только за одну смену будут выпускать 1200 пар обуви. Мы будем сейчас наращивать эти объемы. Давайте не будем забывать, что в этих учреждениях 80% находятся тех, кто проживает на территории Дагестана. Скоро они выйдут, и они должны быть жизнеподготовлены. То, что на территории находится свое профтехучилище, они готовят тоже по широкому спектру с выдачей дипломов. Это очень важно. Обычное конвейерное производство. Станки-полуавтоматы – четкая специализация. Десятки работников, выполняющих каждый свою операцию. Вот только находится обувной цех за решеткой вместо профессионалов осужденной второй колонии. Вы видите, что осужденные, которые трудоустроены, улыбаются, они открыты, идут на контакт, они получают заработную плату, они чувствуют себя мужчинами, они чувствуют себя востребованными. В том числе, как было ранее сказано, у нас находится профессионально-техническое училище. Девяти профессиям обучаются, в том числе такой, как обувщик, повар, пекарь. То есть они выбирают себе профессию, выбирают ее сознательно и уже смотрят на перспективу. Осужденный Мамад Али говорит, что заработанных денег хватает и на оплату содержания, чтобы отправить родным. Удается обеспечить и себя, и близких. У нас кто больше сделает, только зарабатываем. Кроме того, мы еще кое-что через магазин можем купить. Домой, семьей, проблем не создаем. Помимо обувного цеха, в колонии есть и другие производства, что позволяет расширять возможности учреждения его подопечных. Все, что производится в Дагестане, еще раз, это значит, средства остаются у нас, они поступают на внутренний оборот, они создают дополнительные рабочие места. Лучшей практикой для социальной адаптации людей, отбывающих наказание, во всем мире признается трудотерапия. Она позволяет тем, кто лишен свободы, осваивать новые навыки, которые помогут трудоустроиться после освобождения. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ Шамхал. Муфтия Дагестана открыл в Махачкале очередное медресе для слабослышащих и глухих людей. Новый учебный корпус расположен на улице Мерзаева. На открытии побывал и наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Я очень рад, что сегодня для нас открыли исламское учебное заведение. Теперь я буду учиться здесь и получать исламские знания. Этому знаменательному событию рады не только будущие студенты, но и все дагестанцы с ограниченными возможностями здоровья. То, что мы открыли эту медресу, это очень полезно, потому что молодая дерева, она выравнивать легче будет. На самом деле, эта медреса будет как первая лучшая утром для нас, для духовного развития ислама в Дагестане, в Дагестане очень много метров седла, священных людей, а для нас в Дагестане эти единственные метры забыли. Ахамдули, очень радостный день сегодня. Открытие началось с чтения строк священного Корана и восхваления пророка Мухаммада, мир ему и благословения. Основная цель Муфтия Республики – воспитать здоровое поколение, общество, где будут ценить и почитать общечеловеческие ценности. Неописуемое переживание нашего Муфтия, шейха Ахмада Афанди, чтобы не остался без внимания ни один из наших соотечественников, в частности, те, кого Аллах испытывает разными испытаниями бренного мира с ограниченными возможностями, дабы они могли тоже изучить науки, не только исламские, но и светские вместе с этим. Это уже второй медресе в Махачкале для слабослышащих и глухих людей, открытая Муфтия там в республике. Новый учебный корпус расположен в мечети по улице Абдулла Мирзаева и готов принять 40 человек. Здесь будут проводиться уроки основ религии, будут преподавать самые необходимые знания для каждого мусульманина, также здесь будут предоставляться дополнительные курсы для ребят, для мальчиков, курсы массажа, курсы компьютерные курсы, курсы парикмахера. С условиями, созданными здесь, ознакомились и гости. Комната отдыха, бесплатная столовая, места для омовения, оборудованные классы. Приятно удивила посетителей территория, отведенная для занятия физической культурой и спортом. Я очень удивлен, что здесь хорошие условия. Здесь я издарил спортзал, мы видим хорошие комнаты, силы условия есть. Это очень радует, что ребята на самом деле будут с удовольствием здесь находиться, учиться. И, конечно же, спасибо нашему Муфтию за все те хорошие дела, которые он делает, не оставляет ни одно вопрос, ни одну проблему. Успевает везде, и вот мы видим, конечно же, это прекрасный центр, это корпус тоже. Все образовательные услуги в этом медресе будут предоставляться для учащихся бесплатно. Набор студентов продолжается. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, Мурат Бигбарцев, телеканал ННТ, Махачкала. Какое место сейчас по праву может называться кузницы кавказских клинков? Жители горного края всегда питали теплые чувства к холодному оружию. К сабле и кинжалу относились с трепетом, очень тщательно выбирали боевого спутника, особенно в те времена, когда от него зависела жизнь. Холодное оружие горцев ценится не только на Кавказе, но и далеко за его пределами. Мои коллеги окунулись в мир холодного оружия и оценили мощь, изячество и красоту фабрики острых клинков, посетив один из самых крупных заводов по изготовлению оружия в Кизляре. Оружие дагестанца ценилось уже много веков назад. Будучи искусными оружейниками, они делали не просто надежные клинки, а настоящее произведение искусства. Подтверждение тому являются кизлярские ножи. Оружейное производство поражает своими масштабами и размерами. Нам удалось увидеть все технологические этапы и окунуться в необычную атмосферу, где невзрачные кусочки металла благодаря мастерству оружейников превращаются в настоящее произведение искусства. Все начинается с изготовления заготовок из металла. Они вырезаются из цельного стального листа. Из одного такого пласта можно вырезать довольно-таки много ножей. На этом же станьке выбивают заготовки для серийных дамасских ножей из кованых пластин. На данном участке происходит вырубка клинка при помощи штампа. Усилие при этом 160 тонн. Одним из важных этапов изготовления клинков является термическая обработка. Эту задачу решает муфельная печь, в которой под воздействием огромной температуры закаливают заготовки. Очень важно, что после закалки здесь не практикуют остужение закаленных клинков в воде или в масле, как делали это в традиционной кузне. Достаточно охладить их при комнатной температуре. Вот мы сейчас видим с вами процесс термообработки. То есть мастер наш достает металл, уже раскаленный из печи. И металл набирает уже конечную твердость. Раньше полировка изделий была очень трудоемким ручным процессом. Теперь с этой задачей справляются специальные машины. Здесь заготовки ножей приобретают глянцевый блеск. Благодаря сильной вибрации керамическим элементам происходит процесс полировки. Вы можете видеть результаты этой полировки, то есть зеркало. Это кованый нож. Мы оставляем элемент в ковке, чтобы люди видели, что это не просто из листа. Пожалуй, самой интересной частью является художественная мастерская. Здесь встречаются авторские ножи, изготовленные заслуженными художниками-ювелирами международного и российского уровня. А на клинках из дамасской стали вырисовывается неповторимый узор. Рукояти ножей выполняются из дорогих пород дерева и серебра. Черный агат в камне, это серебро, это циркония у нас. Ну, из таких заготовок мы делаем согласно в эскизу. Размеры все остуды берется. Как закалялась сталь. Многие помнят название этой известной книги из детства. Закаленные кизлярские клинки знают об этом процессе не понаслышке. Современные технологии в сочетании с вековыми традициями дагестанских мастеров-вооружейников сделали ножи из кизляра брендом мирового уровня, достойно представляющим Дагестан на всех континентах. А надписью «Кизляр», сделанного России, по праву можно гордиться. В нашей ампулятории насчитывается более 500 разновидностей со всеми модификациями. Мы выпускаем как ножи для кухни, так и для туризма, для охоты. Есть и холодное оружие. И, кстати говоря, мы одно из немногих предприятий в России, которые получили лицензию на производство холодного оружия. Нас знают как в России, так и за рубежом, потому что мы поставляем свои изделия в Штаты, в Европу, в Китай. Кизлярские ножи – это не просто словесный бренд, а зарегистрированная торговая марка. К каждому ножу прилагается сертификат соответствия с голограммой, поэтому остерегайтесь подделок. Помимо того, что мы клеим голограмму на каждый клинок, также мы комплектуем каждое наше изделие гарантийным талоном. И хочу сказать, что гарантия на наши ножи пожизненная. То есть, если вдруг какой-то брак возникает в процессе эксплуатации, ну, всякое бывает, да, мы безвозмездно производим замену или ремонт. Алина Багилова, Муса Салгиреев, телеканал ННТ «Кизляр». Это главное, чем запомнилась нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова